привет на связи ярослав самойлов являюсь экспертом психологии отношений посыл этого видео перестаньте блин вдохновлять мужчин и некоторые меня мои ученицы но не ученицы а те кто читал там мои статьи смотрел видео они мне начинают обвинять говорят ярослав как так ты же очень долгое время говорил что мужчин нужно вдохновлять ты же объяснял как правильно вдохновлять мужчин и да я это говорил до этому учил и продолжаю учить знаешь есть категория женщин которые знаешь они любят выбирать они выбирают слабых мужчин они выбирают изначально безответственных мужчин которые с виду в принципе красивые да там привлекательные красиво говорят умно рассуждают и с виду по ним непонятно это в общем отдельная наука определяет где мужчина нормальная где мужчина ненормальный сейчас мы тоже об этом чуть-чуть поговорим так вот перестаньте вдохновлять мужчин мужчина чем я что если мужчина возле тебя или ну с которым ты сейчас живешь есть или ты не в отношениях с которым ты там собираешься начать отношения или сейчас на стадии зарождения если мужчина нормальный ему его не нужно вдохновлять и наоборот даже если его женщина будет если женщина будет если будешь нарушать все правила классной женщины если будешь там его критиковать спорить с ним мучить мозги и пилить его он все равно будет действовать как ты думаешь почему потому что он базово по себе он сам по себе нормальный и его ничто не остановит просто это заложено в него даты всего так воспитали или же он скажем так прокачался так как мужчина и вышел на тот уровень что его не остановить есть другой тип мужчин я их называю их можно давать слабые мужчины их можно назвать нищеброды да это те мужчины которые каких понять каких определить часто они во всем обвиняют правительство бывшую или нынешнюю жену обвиняют там шефа или если он наоборот сам шеф он обвиняет во всем сотрудников то есть он всегда есть виноваты а он очень умно рассуждает также он часто это мужчины которые во всем обвиняют обстоятельства да то есть я вот сейчас у меня есть такой результат небольшой до или отсутствие результата это потому что сейчас такое время или такое обстоятельство я вообще классный я вообще самый лучший но просто вот такое время и если ты такое слышишь ну вот от мужа например то знай что он относится к такому типу скажем так мужчин если ты слышишь это на первом свидании не важно как он тебе нравится от мужчины или нет убегая от него потому что он тебе заранее заявляет а то каким он является изначально и часто что я вижу что женщина при это вообще отдельная тема да как привлекать нормальных мужчина не привлекать нищебродов потому что многие женщины очень сильно разбираются в оттенках помады до в одежде например но не могут отличить нормальным мужчину от ненормального так вот и часто бывает что же женщины вот какая-то способность особенно если женщина выбрала путь силы самостоятельности ей мама в детстве говорила мужчинам доверять нельзя мужчины плохие надейся только на себя эта девочка вырастает и становится вот такой знаешь самостоятельной женщиной и часто такие женщины сами того не желая связывают судьбу со слабыми мужчинами со слабыми мужчинами и потом они приходят на тренинг перед ярослав скажи пожалуйста как вдохновить мужчину я вот все тренинги прошла я уже все статьи перечитала все делаю но вот не работает еще есть такая метафора лошадь сдохла слезь но не нет смысла вдохновлять человека который сам не хочет и часто женщины занимаются эти они вместо того чтобы разобраться в себе как я так умудрилась привлечь такого мужчину или как я себя так веду что этот мужчина возле меня теряет вдохновение да то есть вместо того чтобы разобраться в корнях она начинает лечить симптомы и послушай я не клоню к тому что нужно бросить слабого мужчину что слабых мужчину все если возле тебя там слабый мужчина ты ни при чем здесь ты ангел это во всем виноват он срочно его бросай и ищи нового нет не получится так не нужно принимать резких решений и скорее всего если ты бросишь одного и в себе не разберешься ты привлечешь следующего такого же мужчину так вот к чему я все это хочу клоню если ты занимаешься очень долго вопросом как же вдохновить мужчину первое определи какому типу мужчин вообще-то он относится и часто тут два варианта либо он был нормальным и ты его так допилила что он превратился все ничего мне нафиг не нужно либо он изначально ни к чему не стремился и собственно ну такими продолжил быть но пойми в любом случае в том результате который ты в жизни получаешь как женщина ответственно ты или ты его сделала таким или ты его привлекла 0 случае это ты связалась с ним судьбу например да или ходишь такими на свидание те же никто под дулом пистолета не заставляет если мы начнем копать глубже да то мы разберемся мы увидим что ты не просто так выбираешь таких мужчин ты не просто так его привлекла потому что зачастую мы в жизни встречаем соответствие и часто сильные женщины они как-то вот не по они вред сильно нормальных мужчин нету все слабые да то есть это кажется но потому что ты в такое поле мужчин вокруг себя создаешь мы встречаем соответствие и наоборот да вот например мы ученицы которых которые проходят уже меняют себя вокруг них нормальные мужчины потом и знаешь что чаще всего они пишут своих историях успеха что там фигурирует что я изменилась изменила все вокруг есть два типа мужчин нормальный и нищеброд нормального в принципе вдохновлять не нужно да можно да это будет плюс даже это будет не обязательно я все равно рекомендую это делать и все будет очень легко получаться и в принципе самое главное там за что главное не мешаем вот главное не ставь ему палки в колеса и все будет и есть второй тип мужчин нищеброды если ты что я часто вижу подводя итог да это то что девушки очень много тратит силу энергии на вдохновляя не того самого вместо того чтобы начать разбираться в себе и когда ты начнешь разбираться в себе и искать ответы как так произошло ты столкнешься с отношениями с мамой с отношениями с папой твое отношение к папе может быть которую ты никогда в жизни не видела и ты поймешь что прежде чем задаваться вопросом как того самого рядом возле меня вдохновить что тебе нужно пахать пропахать над собой и прохать пахать не на ментальном уровне а на уровне хирургическо психологическом ну собственно то чем мы том числе и занимаемся на наших длительных программах окей если это видео было полезно ставь лайк подписывайся на видеоканал дальше будет регулярно выходить полезные видео с тобой был ярослав самойлов до встречи